Всем привет! Я хотел бы привлечь ваше внимание, пожалуйста. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы осветить проблему целевого индивидуального пребывания, глобального целевого индивидуального пребывания. Чтобы сообщить вам о серьезных нарушениях прав человека, которые происходят в Великобритании и по всей планете. Серьезные нарушения прав человека связаны с тем, что правительство не прислушивается к нам и не прекращает эти нарушения. Сегодня я здесь вместе с другими людьми, которые также называют себя забитыми людьми и личностями, храбрыми личностями, которые пришли сюда сегодня, чтобы выступить против тирании, происходящей в наших собственных военных и разведывательных ведомствах. Моя цель сегодня привлечь внимание к этим злоупотреблениям, какими бы шокирующими они ни были, и рассказать вам всю правду о том, что происходит в Великобритании и во всем мире. Нам нужна твоя помощь. Нам нужна твоя поддержка. Нам нужно, чтобы все проявили к этому интерес, потому что эта программа будет распространена на всех желающих. Все больше и больше людей становятся участниками этих программ пыток, преследований и слежки. Моя сегодняшняя цель – просто дать вам образование и призвать вас стать лучше. Подумайте о себе, если бы вы оказались в сложной или трудной ситуации, вы бы хотели, чтобы другие люди помогли вам. Пожалуйста, поставьте себя на наше место и прислушайтесь к тому, что с нами происходит. Наша история очень актуальна, и это самое значительное и важное нарушение прав человека в наше время. Так что сегодня я собираюсь поговорить с вами о нейроправах и нейрооружии. Это также известно как контроль сознания. Кому-то может показаться, что это заговор, но на самом деле это происходит уже несколько десятилетий. На протяжении десятилетий это изучалось и проводилось в рамках нашего собственного правительства, в рамках наших собственных военных и разведывательных служб. С чего началась борьба с минами? Борьба с минами началась здесь, в Великобритании, в конце XIX века. Борьба с минами началась здесь, в 1882 году, и также проводилась с помощью экспериментов, которые проводились в Германии институтами Кайзера Вильгельма. Это было самое начало исследований по контролю сознания. Позже, в 1921 году, появился и город Тависток. Тависток является крупнейшим институтом социальной инженерии в мире и до сих пор занимается социальной инженерией. Я и сегодня все еще занимаюсь управлением сознанием масс. В 1921 году в Тавистоке изучали, как они могут сломить человеческий дух, как они могут сломить человеческий разум. И они все еще делают это сегодня. У нас также есть Германия, в нацистской Германии. Проект Монарх появился в нацистской Германии в 1927 году. Опять же, это одна из самых печально известных оригинальных программ контроля сознания, проект Монарх. А еще у нас есть печально известная программа МК-Алтра. МК-Алтра расшифровывается как Mind Control Ultra. МК-Алтра – это программа, за которую ЦРУ была арестована в 1950-1970-х годах. Она продолжалась с 1953 по 1973 год. И вы можете прочитать обо всем этом в Википедии и в интернете. Это проверяемые факты об экспериментах по контролю сознания, которые ЦРУ и другие связанные с ним организации проводили над невинными, несогласными гражданскими лицами. Как им это удавалось? Как они проводили эти эксперименты по контролю сознания? Они делали это, ослабляя личность. Они практиковали принуждение к признаниям. Они промывали мозги людям в целях контроля над их сознанием. Какие методы использовались в МАЛТРУ? Какие методы использовались в этой программе контроля сознания? Они используют ЛСД, электрошок, гипноз, сенсорную депривацию, изоляцию, словесное и сексуальное насилие и другие виды пыток. И это было раскрыто в 1970-х годах, и сейчас это общеизвестно. Вот в чем дело. Большинство людей не понимают, что эти программы никогда не прекращались. Эти программы контроля сознания никогда не прекращались и продолжаются до сих пор. На самом деле сегодня они стали еще хуже, чем когда-либо. И они охватывают все больше и больше людей, чем когда-либо прежде. И что еще хуже, еще хуже то, что эти программы контроля сознания стали удаленными. Они используют электромагнитные частоты, электромагнитное оружие, чтобы дистанционно пытать, запугивать и контролировать сознание невинных гражданских лиц здесь, в Британии XXI века, в Великобритании и по всему миру. Это должно прекратиться. Эта программа носит глобальный характер, и людей, подвергшихся пыткам, называют жертвами. Эта программа должна быть прекращена. Эта программа контроля сознания должна быть прекращена. Есть много заслуживающих доверия разоблачителей, которые сообщают об этой программе, об этой программе пыток по контролю сознания, таких как доктор Роберт Дункан, который на самом деле работал над этим оружием контроля сознания для ЦРУ и других различных учреждений для правительства. Он действительно принимал участие в создании этого оружия для контроля сознания. Кроме того, доктор Барри Троуэр, который работал в Ми-5, также сообщил Западу об этом оружии для контроля сознания, об этом электронном оружии для запугивания. Есть много других информаторов, которые сообщали об этом оружии для контроля сознания, которые дистанционно используются против невинных гражданских лиц в общественных местах. И еще одна особенность Тавистокского института заключается в том, что он изобрел микроволновое оружие для борьбы с минами в 1950-х годах. Именно тогда оно стало дистанционным. Вот полная история моего управления. Это не просто то, о чем сейчас говорят люди или теория заговора. У этого вопроса долгая история злоупотреблений со стороны правительства. Так что, когда мы обращаемся за помощью или поддержкой, пожалуйста, знайте, что в этом нет ничего нового. В злоупотреблениях контролем сознания нет ничего нового. Это имеет давнюю историю злоупотреблений со стороны правительства. Вот почему это должно прекратиться прямо сейчас. Злоупотребление контролем сознания, использование направленного энергетического оружия против невинных гражданских лиц должны прекратиться немедленно. Я двигаюсь дальше. На кого нацелено это направленное энергетическое оружие? Это дистанционное направленное энергетическое оружие, на кого нацелено мое управление? Люди, которые стали мишенью, это люди, которые высказывались о коррупции в правительстве, высказывались о глобалистских планах, высказывались о тирании и элитах. Высказывались о людях, высказывались перед людьми, власть борется с коррупцией. А потом их внезапно заносят в черный список, и они все время включаются в эти программы. Подвергают пыткам, допросам и преследованиям с помощью микроволнового оружия и оружия с микроконтроллером. Это еще и программа экспериментов. Правительство уже давно проводит эксперименты на своих гражданах без их согласия. Вот еще один пример. Нас используют в качестве подопытных кроликов, подопытных кроликов для защиты своих систем вооружения. Они будут использовать эти системы вооружения против всех и каждого. Когда их системы вооружения станут достаточно эффективными, запомните мои слова, они установят эти системы вооружения на каждого из вас. Именно поэтому вам должно быть не все равно. Именно поэтому вы должны поддержать это дело. Подводя итог, можно сказать, что это экспериментальный процесс над несогласными гражданскими лицами. А также программа подавления людей, которые высказались против военной разведки и правительства. Кроме того, люди, которые служили в армии, в разведывательных службах и получили слишком много знаний, часто становятся мишенями. У них появляется слишком много знаний, и поэтому они опрашивают их с помощью этих факторных систем, используя дистанционный нейронный мониторинг. А затем подвергают пыткам и преследованиям. Именно в этом и заключается цель этих программ. Они опрашивают их, а затем подвергают преследованиям и пыткам. Это делается для того, чтобы они знали, что происходит. Многие военнослужащие подвергались пыткам и преследованиям с помощью оружия контроля сознания после того, как вышли на свободу, потому что они знают слишком много информации. У них слишком много информации, и поэтому они представляют угрозу для военных и разведывательных служб. Кроме того, в эти программы включаются люди, которые обладают слишком большими знаниями в целом, люди, которые слишком далеко опередили свое время. Или люди, которые открыто высказываются на такие темы, как новый мировой порядок и другие. Осведомитель, осведомитель из частной охранной компании «Баин Кофин», сказал, что люди, которые занимаются альтернативными исследованиями, альтернативными исследованиями и альтернативными взглядами на мир, также становятся мишенью. Потому что это три мыслителя, они свободомыслящие, а правительство не любит свободомыслящих. Поэтому оно подчиняется им и подвергает их пыткам. Такова реальность. Это не несбыточная мечта. Именно это и происходит сегодня в Британии 21 века. И нам должно быть стыдно за это. Нам должно быть стыдно за то, что такая страна, как Великобритания, которая должна быть на переднем крае защиты прав человека, дистанционно подвергает пыткам и преследованиям невинных гражданских лиц с помощью оружия направленной энергии и использует против них оружие контроля сознания. Нам должно быть стыдно. Нам должно быть очень стыдно. Это должно прекратиться. Это должно прекратиться немедленно. Нам нужна твоя поддержка. Подойди, возьми листовку и узнай об этом побольше. Поговори с одним из нас с трибуны. Хорошо? Кроме того, и это самое невероятное, Карл Кларк, Карл Кларк, который работал в МИ-5 и ЦРУ, сказал, что разведывательные службы также занимаются сбором ДНК у людей. И они отслеживают ДНК, чтобы узнать больше о разных людях. Это просто шокирует. Это шокирующий уровень нарушения нашей частной жизни. А теперь я перейду к следующему вопросу. Что такое дистанционное нападение с применением оружия? Каковы симптомы нападения с применением оружия с дистанционно направленной энергией? Я начну с того, что расскажу вам о дистанционном мониторинге. Дистанционное наблюдение за больными – это когда они могут наблюдать за мыслями и эмоциями людей в режиме реального времени удаленно. Они делают это с помощью систем направленного энергетического оружия. Это похоже на дистанционную электроэнцефалограмму. Представьте, что вам делают сканирование мозга, где они сканируют ваш мозг. У них есть технология, позволяющая делать это удаленно, сканировать мозг людей удаленно и просто видеть, что они думают и чувствуют удаленно в режиме реального времени. Мы отслеживаем мысли и эмоции в режиме реального времени. Это называется дистанционным мониторингом. Как только у них появится сигнатура твоего мозга, они смогут осуществлять дистанционный мониторинг. После этого они узнают, о чем ты думаешь, и смогут разрушить каждый аспект твоей жизни с помощью контроля сознания. Они могут разрушить все, чего ты пытался достичь в своей жизни с помощью контроля сознания. Они могут разрушить твое здоровье, твою карьеру, твое благополучие, твои отношения, твою дружбу. Многие из нас, кто пришел сюда сегодня, были абсолютно опустошены, абсолютно подавлены, опустошены. Кроме того, мы подвергались пыткам и преследованиям. Некоторые из нас уже десятилетиями, а другие – годами. Еще один момент, еще один термин – электронное преследование. Электронное преследование можно определить как направленное энергетическое оружие, применяемое дистанционно против ни в чем не повинных гражданских лиц. Некоторые из этих симптомов включают болезненные направленные энергетические уколы в различные части тела, включая гениталии, в том числе с высокой скоростью. Некоторые из этих людей, которые приходят сюда, изо дня в день подвергаются технологическому насилию с помощью оружия с направленной энергией. Люди направляют позитивную энергию, вызывая ужасные мигрени и головные боли изо дня в день. Прогулки на свежем воздухе вызывают сильную боль в ушах и глазах. Кроме того, возникает ощущение удушья. Направленное энергетическое оружие выстреливает в горло так, что ты даже не можешь дышать. Ты не можешь дышать от этих ударов направленным энергетическим оружием. Гори. Ожоги — это еще один пример. Сжигай резервные копии направленным энергетическим оружием. Головокружение, липкость, тошнота, недосыпание. Это серьезная проблема. Многие из нас даже не могут нормально выспаться ночью, потому что их всю ночь преследует направленная энергия. Кроме того, амнезия — это направленная энергия, обладает технологией, позволяющей нарушить вашу память и концентрацию внимания. Кроме того, спонтанные движения тела, повышенная чувствительность, ложные запахи — все, что вы можете думать или чувствовать. Они могут создать с помощью этого оружия направленные энергии. И это не новая технология. Это не новая технология. Подводя итог, можно сказать, что технология контроля сознания — это то, что все, что вы можете думать или чувствовать, может быть воссоздана дистанционно в режиме реального времени с помощью оружия направленного контроля сознания. Недавно мы услышали о синдроме Гаваны. О синдроме Гаваны писали во всех новостях. Гаванский синдром говорит о том, что некоторые американские дипломаты, работавшие на правительство США, испытывали странные симптомы. И об этом писали во всех новостях последние пять или шесть лет. И люди задавались вопросом, что вызывает эти симптомы. Недавнее исследование, проведенное Национальной Академией Наук с участием 19 ведущих экспертов, показало, что наиболее вероятной причиной Гаванского синдрома является направленное воздействие радиочастот. То есть микроволновое оружие. Это микроволновое оружие. Именно это, по их мнению, является наиболее вероятной причиной Гаванского синдрома. Пострадавшие люди десятилетиями жаловались на то, что мины могут быть использованы в качестве микроволнового оружия. Пострадавшие люди десятилетиями жаловались на применение микроволнового оружия, и сейчас Гаванский синдром подтверждает это. Почему бы нам не предоставить те же права, что и американским дипломатам, у которых сейчас есть законодательство, предусматривающее компенсацию за причиненный ущерб? Это просто возмутительно. 19 ведущих ученых подтвердили, что Гаванский синдром то же самое, от чего страдают целевые люди, скорее всего, вызван импульсным радиочастота. Еще раз повторяю, пожалуйста, не верьте мне на слово. Исследуйте это сами. Только вы можете убедиться в этом сами, изучив то, что мы говорим, и обращаясь к нам здесь сегодня. Похоже ли это на то, что правительство выступает на стороне народа? Похоже ли это на то, что правительство выступает на стороне народа? Я позволю тебе ответить на этот вопрос. Я дам тебе понять, что ты думаешь о том, что я говорю. Так что теперь я перейду к вопросу о том, кто это делает. Кто использует направленное энергетическое оружие против невинных гражданских лиц? Кто злоупотребляет контролем над сознанием невинных гражданских лиц? По сути, это разведывательно-военный комплекс. Именно разведывательные службы и военные работают вместе, чтобы совершить эти злоупотребления. И это продолжается уже несколько десятилетий, начиная с 1970-х годов. Иногда такие операции называют черными операциями или черными операциями. Она финансируется за счет денег от продажи наркотиков и торговли детьми из толпы. Королевская семья стоит во главе толпы. Ми-6 и ЦРУ тоже были там. Со времен Остынской компании столетия назад они финансировали черные операции, такие как торговля детьми и грузовиками, направленные против невинных гражданских лиц. И это продолжается до сих пор. Истеблишмент — это толпа людей. И королевская семья не стоит на первом месте в этом вопросе. Именно они руководят британской разведкой Ми-6 и руководят ею. Таким образом, именно они в конечном счете являются ответственными лицами. Но если говорить проще, то это делают военные спецслужбы, в том числе ЦРУ, которые тесно связаны с британской разведкой. Еще раз хочу сказать, что это специальная программа негласного доступа. У доктора Стивена Грира были сотни информаторов, которые рассказывали об этих черных операциях, об этих черных операциях и их конкретное название. Специальные программы негласного доступа. Изучите вот это. Изучите Стивена Брайера и то, что он говорит. И этим занимаются не только разведывательные службы и военные. Они делают это совместно с частным сектором. Они делают это совместно с частными охранными компаниями, которые часто выполняют грязную работу от имени разведывательных служб. Которые заключают суп-подряды от имени разведывательных служб, применяя направленное энергетическое оружие против гражданских лиц, осуществляя контроль над сознанием, жестокое обращение с гражданскими лицами. На самом деле мне следовало бы назвать это разведывательным, военным и промышленным комплексом, потому что в нем сочетаются все три составляющие. Именно они, рука об руку, совершают эти злоупотребления по отношению к нам. Эти частные охранные компании часто возглавляются бывшими агентами секретной службы, а затем полицейскими. И по словам разоблачителя Карла Кларка, он сказал, что существует от четырех до пятисот таких небольших разведывательных агентств, которым дано разрешение на совершение подобных злоупотреблений в отношении невинных гражданских лиц в этой стране и выполнение следующих действий «грязная работа спецслужб». Это просто отвратительно. Просто отвратительно, что в такой стране, как Великобритания, мы сталкиваемся с тайными пытками и жестоким обращением с энергетическим оружием. Это должно прекратиться. Эта программа носит глобальный характер и управляется ЦРУ и британской разведкой. Но другие правительства по всему миру, другие военные разведки по всему миру, другие страны также являются соучастниками, по крайней мере, из-за своего невежества и, возможно, даже являются частью злоупотребления оружием. Но мы точно знаем, что именно американская разведывательная служба стоит у руля этих злоупотреблений, а британские разведывательные службы также стоят у руля этих злоупотреблений. Место, где все это происходит, это военно-воздушная база Тривер в Америке. Именно оттуда происходит большинство подобных злоупотреблений. Так оно и есть на самом деле. Об этом сообщает национальный информатор Британский Маяк и преследует правосудие. А также Мёнвард-Хилл. Мёнвард-Хилл в Харагите, Северный Йоркшир, это еще одно место, откуда происходят эти злоупотребления направленным энергетическим оружием. Мемуары-Хилл – это крупнейший в мире штат, занимающийся электронным мониторингом, и эти злоупотребления также происходят оттуда. Мы знаем об этом, потому что Кивон Риверс, инженер-электронщик, работавший там 15 лет назад, когда он перестал там работать, стал мишенью в течение недели, и он узнал, что с этого момента он узнал, что там наверху есть команда, которая занимается злоупотреблениями оружием контроля сознания в отношении гражданских лиц в этой стране. В этой стране это и есть Мамонтовый холм. Здесь нужно провести исследование. Еще одно место, где совершаются подобные нападения с применением оружия, это глубоко подземная военная база Ламборн. Это утка Ламборн. Глубоко подземная военная база Ламборн. По словам другого осведомителя, эти злоупотребления исходят от головы. Но нам нужна твоя помощь в расследовании этого дела. Нам нужно, чтобы больше информаторов выступили с заявлениями. Это всего лишь три места, где, как нам известно, происходят эти события. И помни, именно британская общественность руководит британской разведкой, а королевская семья является главой британской общественности. Это нужно подчеркнуть особо. Эти операции проводились через организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, которые существуют уже очень давно. Именно это учреждение нуждается в ликвидации. Если вы не верите, что ваше правительство пойдет на это, то у нас долгая история, долгая история злоупотреблений со стороны правительства. Это был наш губернатор, это было наше правительство, которое жестоко обращалось с чернокожими людьми, заставляя их умирать от сифилиса, когда у них было лекарство от этой болезни. И тысячи чернокожих людей умерли от сифилиса. Именно наше правительство сделало это. Наше правительство испытывало агент «Оранж» на своих людях, экспериментировало с агентом «Оранж». Повторяю, тысячи людей погибли от рук несогласованных правительственных экспериментов. Кроме того, программа МК «Ультра» «Контроль над разумом «Ультра», за которую ЦРУ была арестована в 1970-х годах. Они стали жертвами, и многие люди были настолько испорчены этими злоупотреблениями, что больше никогда не могли эффективно использовать свой разум. Это правда. Вот насколько разрушительны эти злоупотребления. Я указываю на группу, выступающую за права чернокожих и другие группы, которые не нравились правительству. Активисты движения за права чернокожих, такие как Мартин Лютер Кинг и Малкольм Икс, подвергались преследованиям со стороны ФБР и других правительственных учреждений. Есть и другие правительственные учреждения, такие как проект «Блуби» и операция «Скрепка». Операция «Скрепка» это еще одно крупное злоупотребление со стороны нашего правительства. Операция «Скрепка» была тем местом, где нацистские ученые, совершившие огромные злодеяния, где тысячи если не миллионы людей погибли в концентрационных лагерях во время войны. Были освобождены Соединенными Штатами. Правительство, правительство Великобритании, правительство России и правительство Германии, и им были предоставлены места в их учреждениях для проведения исследований по контролю над телом. То, что военным преступникам было позволено совершить такое, это настоящее злодеяние. Кто это сделал? Это наше правительство, британское правительство, американское правительство, российское правительство и правительство Германии. Еще одним примером жестокости правительства стала операция «Пересмешник», в ходе которой пресса ЦРУ и британская разведка также использовали программы инсайдеров, чтобы захватить контроль над свободной прессой в основных средствах массовой информации. И это продолжается до сих пор. У нас нет свободной прессы. Мы выступаем за правду. Мы, люди на улице, расскажем вам правду о том, что происходит. Альтернативные средства массовой информации расскажут вам правду о том, что происходит. У нас нет свободной прессы. Почему? Потому что ЦРУ и британская разведка имеют право голоса в отношении того, что там публикуется. Они руководят и контролируют то, что считается свободной прессой, а публика поглощает и поглощает это как идиоты. Проект Баки горит, посмотри на него. И не упоминай о британском правительстве, старом добром британском правительстве, которое все считают таким невинным и которое не делает ничего плохого. Когда миллионы людей погибли от рук британского правительства во время геноцида индейцев из-за Британской империи. Еще тысячи людей погибли в пене от рук британского правительства. Это британское правительство. Разбудите людей. Эти злоупотребления продолжаются и по сей день. Не доверяйте своим правительствам. Борис лжец. Двигаясь дальше, я расскажу немного о себе. Итак, примерно 16 лет назад я попал на эту программу, и внезапно моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я бы никогда в это не поверил, если бы это не случилось со мной, если бы я не испытал это на себе. Внезапно я почувствовал сильную тревогу, сильную усталость, ощущение удушья и все эти странные вещи, которые я не мог объяснить. Но в то время у меня не было объяснения, что это было. Мне потребовалось много лет и много исследований, чтобы наконец выяснить, что миллионы людей по всему миру также страдают от злоупотребления оружием с направленной энергией и оружием для управления велосипедами. В мире насчитывается около 6 миллионов человек, которые злоупотребляют оружием направленной энергии и оружием контроля сознания. Всего 6 миллионов человек. И это число быстро растет. Это число быстро растет. В течение следующих 10 лет я сделаю прогноз, что почти каждый человек по крайней мере будет знать кого-то, друга, любимого человека. Члена семьи, который стал жертвой этой пытки, который стал жертвой служебного положения, жестокое обращение. Эти злоупотребления постоянно растут, причем быстро. Они хотят вовлечь нас всех в эту программу. Таков был их план с самого начала. И я видел документы, сделанные в 1950-х годах, просочившиеся документы, которые показывают, что таков был их план с самого начала. Не делай этого. Многие даже не подозревают об этом. Многие даже не подозревают, что участвуют в этих программах. Многие просто путают это с тревогой, другими симптомами или проблемами со здоровьем. Это означает, что у многих людей диагностируются проблемы со здоровьем, которых на самом деле не существует, но которые являются результатом использования энергетического оружия. Нам нужен правильный диагноз. Нам нужен правильный диагноз. В чем разница между физическими недугами и направленным энергетическим оружием, а также между диагнозами психического здоровья, которые могут быть спутаны, или направленными атаками с применением оружия. В этом и заключается истина. У нас есть психиатры, которые говорили об этом. Психологи – это люди, которые в курсе дела. Я знаю четырех врачей, которые говорили об этом, и 31 врача в своей области, которые высказывались по поводу этих злоупотреблений. Эти люди не стали бы высказываться, если бы это не было правдой. Они знают, что существует необходимость в правильной диагностике злоупотребления оружием с направленной энергией, чтобы различать физические недуги и нападения. Физические заболевания и направленную энергию, а также неправильно диагностированные психические заболевания и направленные результаты. Еще раз повторяю, я знаю пару психиатров, четырех врачей и 31 врача, а также государственных специалистов в своей области, которые поделились этой информацией. И есть еще много других людей. Эти цифры растут. Это один из самых важных моментов, о которых я буду говорить сегодня. Так о чем же мы просим? В чем мы нуждаемся в помощи общественности? Сегодня мы просим вас помочь нам решить следующие вопросы. Нужно прекратить эти злоупотребления, прекратить эти пытки, наконец, раз и навсегда. Нужно раз и навсегда прекратить использовать насилие против оружия, против ни в чем не повинных гражданских лиц. Нужно раз и навсегда прекратить злоупотребление моим контролем в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Нужно раз и навсегда прекратить пропагандировать ваш мониторинг и пропагандировать наблюдения. Мы требуем проведения дебатов в парламенте. Мы просим наших политиков обсудить этот вопрос в парламенте, чтобы положить этому конец. Мы просим, чтобы каждый политик, который увидит это видео, а оно будет опубликовано каждому из вас, обсуждал и обсуждал этот вопрос друг с другом и в парламенте. Это очень-очень важно. Мы обращаемся к Риши Сунаку с просьбой о руководстве. Премьер-министру Великобритании необходимо взять на себя ведущую роль в борьбе с этими злоупотреблениями и вернуть контроль над комплексом военной разведки, а также над коррупцией и черными операциями, которые происходят в военных разведывательных службах. Мы просим Риши Сунака выступить в роли лидера, чтобы остановить эти злоупотребления и создать команду для поддержки этого в парламенте и других соответствующих группах поддержки, которые все должны сыграть свою роль в поддержке Риши Сунака. Правозащитники, представители средств массовой информации, другие депутаты парламента, все вы имеете право участвовать в этой игре. Инсайдеры правительственной разведки, все вы имеете на это право. Вы все должны сыграть свою роль в том, чтобы помочь Риши Сунаку сделать это. Он не может сделать это в одиночку. Мы призываем принять специальное законодательство в области прав человека, чтобы остановить это. Я повторю это еще раз. Особое законодательство в области прав нейронов. Недостаточно иметь общие права, чтобы остановить это. Правительство должно полностью признать эту ситуацию. Нужно принять ее такой, какая она есть, и увидеть ее такой, какая она есть. Только тогда мы сможем разработать конкретное законодательство в области прав человека в ответ на это. Нам нужен запрет на все виды оружия, все виды оружия для контроля сознания, все виды направленного энергетического оружия, применяемого против населения. Нам нужно полностью вымыться. Нам нужно разоружиться. Нам нужно избавиться от оружия контроля сознания, от оружия направленной энергии. Нам нужно разоружиться. Нам нужно прекратить использовать энергетическое оружие против невинных гражданских лиц. Разоружение – это единственный путь. Нам нужны открытые знания и ясное понимание обществом этих злоупотреблений оружием. Только когда каждый из вас узнает об этом, и это станет достоянием общественности, эти злоупотребления прекратятся. Именно поэтому мы просим каждого из вас сыграть в этом свою роль. Только когда мы наберем критическую массу, эти злоупотребления прекратятся. Это должно стать достоянием общественности. Мы требуем законного правосудия. Мы требуем законного правосудия для всех лиц, ставших жертвами насилия. Для всех людей, ставших жертвами технологии контроля сознания. Кроме того, мы просим прекратить все организованные преследования, запугивания и поджоги со стороны сотрудников МИ-5, а также сотрудников набирающих персонал, таких как бывшие полицейские и бывшие агенты секретной службы. Все, что нам нужно, это полиция частот. Нам нужен полицейский магазин, где люди могли бы позвонить, позвонить или написать по электронной почте, если они страдают от подобных злоупотреблений. Именно такая прозрачность нам нужна. Нам нужна полиция, чтобы следить за этим и контролировать это. Существуют способы обнаружения этих частот, и служба частотной полиции могла бы это сделать. Нам также нужны помещения для защиты людей, которые действительно сильно страдают. Некоторые люди даже находятся на грани самоубийства в результате этих серьезных нарушений прав человека. Нам нужны комнаты защиты, которые остановят это. Нам нужны сети поддержки и исцеления, сети поддержки и исцеления для жертв этих нарушений. Все это должно быть открыто, ребята. И любой из вас, кто только что проходил мимо сегодня, знает, что они планируют сделать это со всеми. Они планируют подключить всех к этим системам контроля, планируют использовать это оружие контроля сознания против всех. Я видел доказательства в одном документе, первом документе, утечке исходного документа 1950-х годов. Вот как далеко это уходит в прошлое. Все это является частью плана глобалистской элиты по завоеванию господства. Это глобальное господство. Нам нужны спонсоры и нам нужно финансирование через благотворительные фонды, этические благотворительные фонды для людей, которые могут изменить ситуацию к лучшему. Только те благотворительные организации, которые финансируются эффективно и результативно, и в основе которых лежит этика, могут изменить ситуацию к лучшему. Как вы видите, когда мы смотрим на любую эффективную благотворительную организацию в обществе, мы нуждаемся в финансировании и поддержке ребят. Нам нужно, чтобы полиция, психиатрия, психология и специалисты в области психического здоровья признали существование систем оружия. И разницу между подлинными психическими заболеваниями и физическими проблемами, физическими болезнями. И подлинными микроволновыми печами нападения с применением оружия контроля сознания. Нам нужно понять, в чем разница. Им тоже нужно понять, в чем разница. Это очень важно. Нам нужны учебные заведения и университеты, чтобы доказать это с помощью научного метода и поддержать диагностику. И еще нам нужна полиция, полиция, чтобы писать полицейские отчеты. Нам нужно, чтобы полиция писала полицейские отчеты и признавала это. Признай это юридически. Это так важно. Нам нужна поддержка полиции. Зачем ты трахаешь меня? Нам нужна глобальная борьба с этими злоупотреблениями. Это должны быть глобальные усилия политиков, депутатов парламента, правозащитных организаций, средств массовой информации, основных и альтернативных СМИ, инсайдеров в армии и разведке. Это должно стать глобальным итогом глобальных усилий. Ничего другого не будет достаточно. Нам нужно, чтобы движение «За истину» райдера поддерживало нас на каждом шагу на этом пути. К счастью, это уже происходит. Все больше и больше участников движения «За истину», известных людей в движении «За истину» поддерживают наше дело и берут у нас интервью. Это те, у кого много тысяч зрителей. Но нам нужно, чтобы больше участников движения «За правду» поддержали наше дело и прекратили использовать оружие против гражданских лиц. Прекратите использовать оружие контроля сознания против гражданских лиц. Это продолжается уже достаточно долго. Нам нужна ваша поддержка, более широкое сообщество правдивых людей. Все готово. Так что теперь я подытожу то, что сказал. Это очень сложный вопрос. Это продолжается уже долгое время, и пришло время общественности встать на нашу сторону и прекратить использование направленного энергетического оружия против гражданских лиц. Прекратим злоупотребление контролем сознания в отношении гражданских лиц. Прекратим электронные аспекты. Освободим людей от ежедневных психологических и физических пыток. Они будут делать это с каждым. Когда их системы оружия станут достаточно сложными и у них появятся необходимые данные, они начнут использовать это оружие для нападения на всех и каждого. Мы знаем об этом, потому что я видел так много достоверных исследований и информации по этому вопросу. И я видел утечку исходного документа, написанного в 1950-х годах, в котором говорилось, что план глобалистской элиты. План технократов состоял в том, чтобы сделать это со всеми, кто использует частоты, и это было написано в 1950-х годах. Люди, мы уже опаздываем с началом игры. Именно поэтому мы должны рассматривать это сейчас как самое серьезное нарушение прав человека на планете прямо сейчас. Нападения с использованием направленного энергетического оружия на население должны быть немедленно прекращены. Контроль сознания и злоупотребление оружием в отношении населения должны быть прекращены немедленно. Электронные пытки населения и ни в чем не повинных гражданских лиц должны быть прекращены немедленно. Дистанционный нейронный мониторинг и наблюдения должны быть прекращены немедленно. Это самое крупное нарушение прав человека в наше время. И это серьезнее, чем ядерная катастрофа, серьезнее, чем изменение климата. Это Илон Маск. Илон Маск сказал, что искусственный интеллект представляет большую угрозу для человечества, чем изменение климата и ядерное оружие. Я повторю это еще раз. Илон Маск, который кое-что знает об искусственном интеллекте, основал компанию по искусственному интеллекту, которая управляет чатом ГКП. Он сказал, что искусственный интеллект представляет собой самую большую угрозу для человечества. Это серьезнее, чем изменение климата и ядерное оружие. Так почему же искусственный интеллект представляет самую большую угрозу для человечества? Почему он серьезнее, чем изменение климата и ядерная катастрофа? Причина этого заключается в том, что искусственный интеллект является масштабируемым. И как только искусственный интеллект попадает в руки ответственных людей, то есть людей, которые уже используют его в нашей военной разведке, именно тогда у нас возникают серьезные проблемы, потому что эта технология используется для контроля и пыток людей. Эта технология масштабируемая и может быть использована кем угодно в любое время. Именно поэтому речь идет о величайших правах человека всех времен и народов. Они будут поступать так со всеми. Таков их план. Пожалуйста, запомни это. А также неправильное использование искусственного интеллекта. Все в обществе говорят «О, искусственный интеллект, чат ТП!» Это огромная проблема. Когда же роботы возьмут верх? Большинство экспертов по искусственному интеллекту говорят, что роботы не собираются брать верх. Самая большая проблема заключается в том, что люди используют искусственный интеллект без разбора и в нарушении прав человека. Вот в чем проблема. Люди используют искусственный интеллект без разбора. Именно это уже происходит. Ребята, мы уже опаздываем с началом игры. Все эти вещи, которые вы слышите от экспертов по искусственному интеллекту, говорят о том, что проблема заключается в неправильном использовании искусственного интеллекта людьми. Это уже происходит. Это происходит уже несколько десятилетий. Управление военной разведки на десятилетия опередило нас в технологическом плане. Многие разоблачители говорили о бизнесе, например, доктор Стивен Грир, о том, что они опережают наши технологии на 40-100 лет. И именно так они так быстро поддерживают связь между нами. Вот так они нас контролируют. Это правильно. Они используют искусственный интеллект уже несколько десятилетий. Он уже здесь, ребята. Это очень серьезно. Так что, пожалуйста, честно задайте себе этот вопрос. Действительно ли вы заботитесь о человечестве? Если бы вы действительно заботились о человечестве, вы бы остановились, послушали, взяли листовку и узнали больше. Если бы вы действительно заботились о человечестве, вы бы приложили усилия, чтобы остановить это. Изучайте, обсуждайте и прекращайте это до тех пор, пока не останется больше жертв этих злоупотреблений Потому что любой из вас может быть обвинен в этих злоупотреблениях У любого из вас может быть любимый человек, который заботится о ком-то, с кем вы состоите в отношениях и который участвует в этой программе В конце концов, я не могу вас ни в чем убедить Вы единственный человек, который может убедить себя в чем-либо, проведя исследование и убедившись в этом сам Я могу только попытаться Мы можем быть только посланниками, сообщающими вам об этой опасности, об этой огромной опасности, которая происходит с мирными жителями по всему миру Именно вы, а не мы, можете остановить это Мы просто хотим предупредить вас Все, что мы можем сделать, это предупредить вас, и больше ничего Прислушаетесь вы к этому или нет, это ваш выбор Мы могли бы просто постоять здесь и предупредить вас об этом Вы меня выслушаете? Вы нас выслушаете? Вот в чем вопрос Будущее будет зависеть от вас, а не от нас Ты один из многих, пожалуйста, помни об этом А еще я хотел бы обратить твое внимание на наш веб-сайт, так как сейчас я заканчиваю работу Если тебе интересно узнать больше, пожалуйста, зайди на наш веб-сайт «Меньше чем у РЛ больше чем» Адрес для выживших – «Меньше чем у РЛ больше чем» Адрес для выживших меньше, чем у РЛ больше, чем адрес для выживших меньше, чем у РЛ больше, чем, и там ты сможешь найти более подробную информацию. Займись исследованием. Обсуди это. Остановись. Только ты сам можешь убедиться в этом, проведя собственное исследование. Проводи исследование. Давай обсудим это. Остановись. Прекрати использовать оружие против гражданских лиц. Прекрати использовать оружие контроля сознания против гражданских лиц. Останови дистанционный нейронный мониторинг гражданских лиц. Это должно прекратиться. Исследуй, обсуждай и прекрати. Наш символ – голубая лента. Пожалуйста, носи голубую ленту в своем профиле на Facebook и в социальных сетях. Если мы заставим всех использовать голубую ленту в своих профилях в социальных сетях на Facebook и в Twitter, это продемонстрирует солидарность, и люди заинтересуются нашим курсом. Исследуйте, обсуждайте и прекращайте. Перестаньте направлять насилие с применением энергетического оружия на гражданское население. Прекратите использовать оружие контроля сознания против гражданского населения. Это мы против них. Нет простого способа объяснить это. Это делается для того, чтобы положить конец коррупции в военных разведывательных службах. Это делается для обеспечения прозрачности и подотчетности в военно-разведывательном промышленном комплексе. Руси Суннак, если вы слушаете эту речь, когда я отправляю видео, то вам нужно знать об этом больше, чем кому-либо другому. Мы возвращаем власть правительству на передовой линии фронта. Потому что, поверь мне, ты потерял власть, ты потерял контроль. Помни, что несправедливость в любом месте – это угроза справедливости везде и всюду. Мартин Лютер Кинг утверждал это. Это была его самая известная цитата. Несправедливость везде и всюду представляет угрозу справедливости. Пожалуйста, запомни эту цитату. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня выслушал меня и получил листовку. И еще раз хочу сказать, что все зависит от вас, ребята. Вы должны проявить интерес к этому делу, потому что они будут делать это со всеми, и это уже давно входило в их планы. Мяч на вашей стороне. Мы можем просто рассказать вам об этом. Вам нужно разобраться в этом вопросе, потому что происходящее очень серьезно. Большое вам спасибо за то, что вы слушали меня и проявили огромную любовь. Спасибо вам!